Мы продолжаем программу Якутск сегодня и продолжаем наш разговор с психотерапевтом Сергеем Гудковым. Мы говорим о том, как избавиться от избыточного веса или наоборот прибавить вес, если не достает. Сергей Владимирович. Мы говорили про детей, про родительский пример. То есть бывает парадоксальная ситуация, и ко мне иногда приводят детей, хотя я с детьми не работаю, важно работать со всей семьей, если у ребёнка есть проблемы с пищевым поведением. И говорят, вот она, мы ей говорим, не ешь, а вы сами. Ну, а как она же должна понять, что это ей? Ничего подобного. Если родители показывают пример неправильного пищевого поведения, что они сами едят какую-то мусорную еду, что они сами переедают, едят не вовремя, у них большие перерывы между промежутками пищи и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, ребёнок это всё видит, и бесполезно объяснять, призывать к тому, что это правильно, вот так надо. Ребёнок будет делать так, как делают родители. Поэтому прежде всего нужно подавать пример. То есть родителям самим надо быть очень информированными, да? То есть для того, чтобы быть здоровым, надо специально заниматься этим или вести какой-то образ жизни такой? Ну, естественно, образ жизни определяет состояние здоровья, во многом определяет. Кроме генетики, образ жизни – это очень весомая доля. И образ жизни – это не то, что должно быть какое-то постоянное напряжение. Нет, это напряжение долго не поддерживается. Это система выработанных привычек, которые сами по себе на автомате. И то, что касается питания. У нас же был вопрос раньше, как вообще победить избыточный вес. Я про первую часть сказал, во-первых, определиться, на самом ли деле у тебя есть избыточный вес, или у тебя такая конституция, и не бороться с этим. Может быть, нужно, есть смысл, походить в зал, заняться какой-то физической активностью чуть больше, чтобы тело потянулось, немножко поменялись формы. И самое главное – научиться жить в согласии с этим телом. Принимать себя, чувствовать себя хорошо, а не стремиться быть кем-то другим, а не собой. Вот, это раз. И второе – выстроить правильное отношение с едой. Потому что у нас очень много, мы же говорили про психологию, очень много непищевых причин для еды. Когда еда служит транквилизатором, чтобы успокоиться, способом влиться в компанию, таким социализующим элементом, способом занять свободное время. Когда еда, особенно в России, особенно у женщин, выступает в качестве такого универсального антистрессового мероприятия. И вот здесь как раз лишняя еда. Вот это важно исключать. Но оставить всю еду, которая нужна по голоду, когда тело хочет. То есть научиться слышать сигналы тела, научиться распознавать как голод, так и насыщение, вовремя останавливаться, давать себе, когда человек хочет есть, а не ждать, когда будет перерыв, когда наконец-то можно будет поесть, когда я приду домой, приготовлю всё, всех покормлю, а потом сама наконец-то сяду. К этому времени накопится уже такой голод, что, естественно, за ним будет, скорее всего, переедание, чисто физиологическое. Выстроить нормальные отношения с едой. И то, что нужно телу давать вовремя, желательно то, что хочется, а не то, что кажется правильным. Я имею в виду то, что хочется по телесным сигналам. И разобраться с остальными причинами. Почему ты считаешь, что, например, если заболел, тебе нужно есть, когда тело отвергает еду. Это, может быть, такая установка из детства неправильная. Почему ты считаешь, что если ты откажешься, все там поумирают, когда не хочешь есть. Никто не умрёт, со всеми всё будет в порядке. Значит, важно научиться говорить «нет». Значит, важно научиться отстаивать какие-то свои желания, нежелания. И при этом поддерживать связи, даже когда на тебя давят, что если ты не поешь, я обижусь. Ну, пожалуйста, с этим можно жить. Важно научиться по-другому справляться со стрессом. Там есть десятки известных способов, как по-другому разгружать эмоции, как по-другому снимать напряжение без еды. А как по-другому снимать напряжение без еды? Ну, вот один пример приведите. Самый простой пример, особенно когда обуревает эмоции. Биологическая суть эмоций какая? Эмоция — это природой обусловленная готовность к действию. К действию, как правило, либо сражаться, либо убегать. Плюс изменённая чувствительность тела. У нас эмоция меняет фокус внимания и меняет восприятие боли прежде всего. Потому что нужно сейчас выживать. И эмоция — это ответ на немедленную угрозу. Так вот, готовность тела есть, и очень часто у нас за этим действие не следует. То есть эмоции важно выражать в действии, когда что-то возникло. Активное физическое действие. Есть даже простая рекомендация. 15 минут что-то делай, если вот прям накипело. Мы же понимаем, там, сказал клиент что-то, или коллега, или начальник. Ну, нельзя броситься с кулаками до этого. И глупо даже. Но эмоция уже бурлит. Бурлит, да? И если ещё не научились выбирать, как реагировать, а у вас сразу автоматический ответ, то эту эмоцию можно хотя бы, некоторые мои коллеги говорят, пережечь в действии. Активное действие. Не знаю, в туалет зашли, попрыгали. Хотя бы, чтобы спарина появилась. Всё, те гормоны-нейромедиаторы, которые выбросились в кровь, которые опосредуют эту эмоцию, они своё действие оказали, хотя бы часть напряжения ушла. Вот так. Физически. Физическая активность, да. Если это женщина, которая сидит дома, ну, очень просто. Взяла швабру, вымыла пол яростно, да, да. И тогда интенсивность этого переживания уходит. А вот если действия нет, тело готово, напряжение мышц, вот оно готово прорваться в какое-то действие, да ещё мысли крутятся. Вот тогда начинается, а что же с этим делать, а как мне быть? Оп. И к холодильнику. Человек не успел ничего понять. Есть же негативные трансы. Уже съела три порции, да. Что это было, не успела понять, да. А вот вы сейчас сказали, ну, употребили выражение правильное питание. Вот сейчас прямо такой волна идёт, тоже реклама большая, да. Общественное мнение вот формируется такое, что надо правильно питаться. Уже есть такая аббревиатура ПП. ПП, да. И уже есть новый пищевой невроз, называется форторексия. Это чрезмерная приверженность правильному питанию. Избыточная озабоченность составом продуктов, калорийностью, расписанием и так далее. Ну, правильное питание, если брать в широком смысле слова, правильное питание для каждого человека, оно правильно по-своему. То есть у нас есть свои ритмы. У нас есть средний срок, примерно в течение 3-4 часов проходит пищеварительный цикл от голода и поступления пищи до следующей волны голода. Но это зависит от множества факторов, от конституции, опять же, от того, какую пищу ел до этого человек. То есть есть сытная пища, которая даёт долго насыщение, есть пища, которая приносит много энергии, вот такая мусорная еда, и никакого насыщения не оставляет. Состав микрофлоры, состояние здоровья. То есть очень важно, вот правильное питание, это то питание, которое учитывает конкретные потребности, вот здесь, сейчас. И тело подаёт сигналы. То есть важно уметь их слышать. Они, ну так, для наших слушателей, для зрителей, я скажу, вот эти сигналы находятся в животе, если более конкретно, в желудке.